доброго всем времени и так сразу обещанное продолжение обновок вторая часть это уже современная часть это 44 марлин не пришел пришел он виде собранного макета который разобрал вот такая вот пуля 44 калибра покажу она довольно таки легко входит в выстроенную длину и 44 444 марлин это по сути удлиненная гильза 44 магнума револьверного патрона который как мы помним свою очередь является удлиненная версия 44 спешил а он 44 русско вот раз был у нас там обзор ламповый такой мне понравилось настроение у меня было отлично вот но сейчас настроение не настолько отлично именно по поводу самого макета ну честно он был обжат такой тут как бы риф ребристый у него торец вот тут на видео даже видно только видите как но звук то есть он такой ребристенько зажата она была ну зажата вас поделят в каннелюру на пуля не зажата завальцованному если можно так выразиться ну как пишет crimp crimp ована пуля полуоболочная ничего там такого волшебного единственная тут на пуля есть такие насечки сейчас попробуем их показать получше он так вот как-то да не могу пальцем попасть и все сейчас секундочку произойдет небольшие эквилиберистические о попал вот видите такие под насечки их 6 штук соответственно для раскрывания в грибочек патрон обычно используется ну да наверное потом по нём отдельно сниму видео в этом видео я не об этом хотел сказать обзор то я сделаю понятно 400 держал я в руках расскажу такой боль больше историю держал я до этого в руках ильзу с 444 марлин и причем две самое интересное оба были промаркированы 44 марлин но они были разной длины причем ну заметно разной длины с вот этим нюансом я еще не разобрался оказывается есть такое вот как бы радаться у меня гильза производства хорнаде и вот сразу то о чем хотел сказать вот зачем было высверливать удар на капсуле чтоб не идентифицировали чья это ну может человек переживал за нас насчет того что как бы вот его там конкретно чтоб не подкинули никуда может он со своего оружия стрелял и теперь он продает там гильзы судя потому что макет собран наверное человек и умеет переснаряжать и у нас это разрешено ничего тут такого нет а ну видимо не хотел так скажем свои крим ну чтобы его гильзы с его и тем самым где-то гуляли так себя обезопасил поэтому я думаю вполне возможно что и по этой же причине он сделал видите вот следы вот ну их видно да вот на свету видно то есть вот наждачкой взялся прошелся по поверхности ну несмотря на это я бы предложил официально это считать грехом я конечно шучу но на самом деле ну ребята ну это просто аминь ну зачем вы такое делаете ну вот реально ну наждачкой ну ну зачем ну ладно ты там капсулы рассверил да более того возьми выбей его вообще выкинь этот капсул капсул или возьми забей туда новый вытраве его там это самое заморочишься вы же его и новый туда поменяй если ты можешь пулю там обжать то ты по-любому можешь капсуль поменять ну с пуля пуля понятно новая ничего с ней не делала я тоже скажу честно я тоже с нарезами допустим если потом у меня был зарегистрированный карабин да и ну любой человек я думаю в принципе склонен к здравому смыслу то как бы я тоже не хотел чтобы там на нем были ну где-то гуляли там мои пули с моими нарезами до которые потом проблем не оберешься в случае чего но именно в этой ситуации я не понимаю зачем была боковую поверхность хренячить наждачкой вот это вот для меня загадка ладно фиг с этим с меткой капсула у капсуля ударника вот ее рассверлил теперь там ее не опознаешь то не скажешь это твоя хотя это не факт как бы это было не смешно но проще было мне кажется просто выбить капсуле да и все и не ломать себе над этим мозги вообще для коллекционера но если он захочет он найдет капсуль капсуле вдавит или опять же не пожлобить вдове новую но продай дороже она там стоить на копейки будет не знаю не знаю ну я имею ввиду себестоимость ну я недоволен этим фактом а так вот про эту историю держал я в руках у человека и он и хотел у него купить и он продавал но он продавал всю коллекцию у меня не было столько денег чтобы всю коллекцию него выкупить я и так у него там выкупил гильдс штук 11 штук вот это рекорд который был у меня я повторял его так 11 предметов вот и у него за раз 11 гильдс купил те которые но я смог у него так сказать что давай вот эти эти а эти он зажал там оставалось еще где-то примерно штук 10 в коллекции 15 которые я хотел бы иметь потом просто их суммарно было там в районе 500 или что-то такое хотя и многие повторяющиеся и он хотел за ним упать ему это давненько там было ну как давненько года два назад может то ним или три вот не не упомнили а честно то ли вот когда этот евромайдан только начинался то ли уже по результатам я помню что было лето но не лето а такое летняя погода может бабе лето ну ладно не суть в этом ну поэтому я их не смог купить потому что всю коллекцию у меня не было возможности купить да скорее всего уже после революции потому что как раз тогда у меня период был настолько тяжелый да и он хотел немало за коллекцию но хотя и немного но как бы ну для ее там объема для ее размера но не смог я себе ее позволить ну вот теперь мне пришелся вот такой вот интересный марлин бог пока он а да хотел же показать пуля вильзу в 44 магнум вот она так спокойно ненапряжно влазит чик так же да пуля стопудов останется в коллекции она у на 44 маму вот я показывал у меня была такая пуля от 44 русского в обзоре но и других 44 таких подходящих не да вот пожалуйста современника и как бы хорошенькая ну такие дела но в любом случае там не знаю может я не прав если кто считает что там действительно надо наждачкой херячить как бы скажем так обрабатывать мягко скажем пишите в комментариях свое мнение посмотрим обсудим ну а на этом всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности